Сегодня столицы региона подписали соглашение о создании Барабинско-Куйбышевской агломерации. Между городами всего 15 километров, но получается, что многие жители ежедневно ездят на работу в соседний район. Так вот новые правила позволят создать более четкую транспортную схему и привлечь новых инвесторов на эти территории. Мой коллега Александр Попов выслушал мнение экспертов на этот счет. Новосибирске стартовала конференция, посвященная развитию городских агломераций. Наш город выбран не случайно. Новосибирск входит в число 17 городов, в которых реализуется пилотный проект по развитию таких общегородских систем. В первый же день конференции подписано соглашение о создании Барабинско-Куйбышевской агломерации. Расстояние между городами всего 15 километров. И возникновение нового центра развития нашей области напрашивалось давно. Это не просто формальный публичный акт. Это достаточно осознанное действие. Мы подошли к готовности этих муниципалитетов совместно планировать свое развитие, усиливать кооперационные связи, в том числе включать инструменты согласования всех действий по развитию территории и развитию социально-экономической сфер. Пока это первый шаг. Управление созданной агломерацией будет осуществляться за счет межмуниципального сотрудничества, соглашений между двумя городами. Подписан договор намерений, но уже с этого дня оба муниципальных образования будут согласовать перспективы развития со своим соседом и партнером. С чем сравнить сегодняшнее событие? Наверное, с забегом марафонца. Длинный путь на перспективу. Надо все выложить по полочкам. Что надо первое сделать? Без нормативно-правовой базы, без официального определения агломераций эти территориальные образования развиваются стихийно. Так, к примеру, видение процессов объединения территорий в ростовской агломерации может кардинально отличаться от московской. Тем не менее, проект агломерации идет, двигается. Сейчас, надеюсь, очень скоро будет принято распоряжением правительства стратегия пространственного развития, где слово «агломерация» уже будет четким, ясным проектом для развития городов и регионов Российской Федерации. У нас в регионе, к примеру, уже реализуют проекты в рамках комплексного развития. Аэросити, технопарк, биотехнопарк. Сегодня на конференции представили транспортную схему новосибирской агломерации до 50-го года. Она содержит математическую модель транспортных потоков, по которой можно рассчитать, каким образом будет двигаться транспорт. Возможность создания агломерации территорий опережающего развития интересовали и представители малых городов Новосибирской области. Объединение ресурсов, налоговые льготы, новые транспортные возможности могли бы дать хороший импульс развития районам. Одному из поселков Тогучинского района Горному уже присвоили статус моногорода. Можно и о создании агломерации подумать. Ведется речь о развитии производства инертных материалов, о развитии производства минеральной ваты. Заинтересованные инвесторы есть, но не хватает каких-то инфраструктурных решений, в том числе, например, проведение газа в рабочий поселок, что сократит расходы на производство. Для небольших городов, поселений создание агломерации – это не только решение инфраструктурных проблем. Это федеральные вложения, решение вопросов трудовой миграции за счет инвестиций в производство, а главное – транспортная доступность. Городские электрички и скоростные магистрали – основа создания любой агломерационной модели. Александр Попов, Артем Валевич, Новости ОТС.